В любом абсолютно саду, если кто-то увлекается розами, то розы Остина, наверное, первоочередны. При всей любви, нелюбви к определенной форме цветка, здесь можно найти любую форму цветка абсолютно. При всей любви, нелюбви определенного цвета и сорта, но мы, в принципе, очень сильно, скажем так, ловимся на ароматы, согласны? А вот ароматы роз Дэвида Остина, они просто потрясают. Причем у всех роз Дэвида Остина, это у нас Валертон, практически разный аромат. Розовое масло, вот в чистом виде розовое масло, присутствует, наверное, только всего у нескольких сортов. И, как ни странно, эти сорта австралийского отделения питомника Дэвида Остина, вот там розовое масло просто, как я не знаю, ну, наверное, очень ярко выражено. А все остальные есть запахи мелисы, есть запахи цитрусов, есть запахи фруктовок, бананчики. Валертон, который стоит перед нами, Валертон Олд Холл, сорт, он пахнет анисом. Вот просто подойдите и попробуйте аромат этого цветочка, он пахнет анисом. Поэтому здесь... Передам. Вот, если мы говорим, если мы говорим, выбор может быть абсолютно любым. Нравятся красные сорта, есть красные, цвета есть красные. Желтые, розовые, белые сорта Дэвида Остина, они прекрасны. Единственное отличие от многих шрабов других производителей, цветы роз Дэвида Остина держатся не очень долго. В принципе, в среднем это 4-5 дней. Но куст набирает их столько, что цветут в течение месяца эти кусты абсолютно без проблем. Как правило, кусты разного размера, если вам необходимо найти розы для бордюра, они у Остина есть. Если вам необходимо розы найти на передний план, 60-70 см, они у Остина есть. Розы среднего размера, полутораметровые есть, и есть трехметровые, и за 3 метра тоже розы есть. Обращайте внимание на то, что вот как раз у роз Остина не всегда указана, скажем так, та высота, которую сорт может взять. Как правило, если мы заходим на сайт самого Остина, там приписка есть от определенной высоты. И в ширину также от определенной. Вот могу вам сказать, что доктор Джексон, который по паспортным данным должен быть метр двадцать, у меня 4 метра. Если мы говорим о Майорио в Кастербридже, который должен быть метр сорок, у меня он 3,5 там и немножко побольше. Поэтому вот эта высота у него может быть не выдержана. И если я вам буду говорить о высоте определенного сорта, то, пожалуйста, давайте договоримся, что я говорю о высоте этого сорта в моих конкретных условиях. Почему? Потому что сорт, который стоит вот сейчас рядом со мной, Вольвер Тоналд Холл, он может показывать очень серьезные габариты. Высота метр восемьдесят два метра для него это вообще не предел, а в моих условиях он метр сорок. Вот куст, да, куст в принципе метр сорок и больше он не вырастает, причем ему достаточно много лет. Вообще говорят об этом сорте, что он растет только наверху своих побегов, в середине побега просто не дает цветов. И вот это вот высокий такой куст с шапкой наверху. Прошу обратить внимание, что если вы берете этот сорт, этот сорт среднего срока цветения, а не самый ранний, он среднего срока цветения, его лучше всего весной подержать под укрытием подольше, чем многие другие сорта. И тогда он выдает побеги из всех практически, вот, вот, из всех, из оснований всех, всей листовой пластины. И цветет достаточно активно по всей высоте. Вот, ну, если я открываю, например, во второй половине апреля, то месяц я ему даю это полежать. Сложно говорить мне об этом сорте, один из немногих сортов, мимо которых, честно говоря, я просто спокойно прохожу. Все жалуются на то, что у побеги, у многих сортов склоняются, могут упасть во время дождя, тонкие цветоножки и так далее. Аквинов с видом считается одним из лучших сортов, потому что он держит цветочек всегда вверх. Да? Вот, куст формируют, к сожалению, узкий, поэтому, если вы предпочитаете такие оттенки цветов, такие ароматы, и вам нравится то, что цветок смотрит вверх, то лучше высадить два-три куста рядом. А для ландшафтников этот сорт, вот только сняли с языка, а для ландшафтников он просто незаменим. Если высадить его вот большим таким массивом, уверяю вас, этот сорт вас приведет просто в полнейший восторг. Я высаживаю в одну яму два-три куста тех сортов фрос, которые имеют узкий габитус куста. И, честно говоря, размер ямы, ну, 70 на 70, наверное. Вот, поэтому вот абсолютно четко могу сказать, что посадив его в одну яму сразу два-три куста, я получила бы лучший результат, чем он у меня сейчас есть. Поэтому для небольшой группы, пожалуйста, вот имейте в виду, что этот сорт узкий, габитус куста у него вот узкий, но при этом для ландшафтников он незаменим, потому что цветок потрясающе красивый, он среднего размера, и формирует она бесконечное количество. Грейс невысокий. Оцените, оцените сложение, сложение лепесточка. Лепесточка, да. Прошу обратить внимание, что когда вы формируете какую-то определенную группу для роз переднего плана, например, он немножко может не вписаться в общую композицию, только за счет цвета листьев. У него листья чуть-чуть светлее, чем у любых абсолютно больших таких этих, ну, посветлее, чем у остальных роз. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы вот соответствовали цвет листьев. Они же не всегда цветут, они еще и молчат в некоторое время. Цветлее ли листьев первого и второго плана. Ну, тут и говорить нечего, согласны. Вот 80-90 сантиметров куст в высоту, абсолютно гармоничен. Абсолютно гармоничный кустик. Хорошо. У него, вы знаете, подвязывать его вам придется в течение двух лет максимум. На третий год. Потому что, смотрите, вот она, прививка. Да, прививка повыше. Вот это прививка этого года. Вот. Зимняя, зимняя. В течение двух-трех лет, в течение двух-трех лет, многие сорта Остина вам придется привязывать. Уверяю вас, очень многие сорта вам придется либо привязывать, либо у меня есть немножко другое предложение. Если куст достаточно высок, я просто-напросто загоняю под него дугу обычную, которую мы укрываем. Я под него загоняю дугу и этими дугами формирую, в принципе, тот куст. Он через дуги перевешивается и получается такой фонтанчик. Что касается грейс, два-три года максимум. Потом она абсолютно спокойно держит себя сама. Алан Викрос. По поводу этого сорта могу сказать, что очень ходят много разноречивых. Потрясающий аромат. Очень много разноречивых мнений. Говорят о том, что повторное цветение у этого сорта достаточно слабое. Могу со стопроцентной гарантией вам сказать, что лучший куст, именно как куст в моем саду, это куст Алан Викрос. Вот так. Первое название у него было The Alnwick Castle, но замок Каслов потребовал деньги за название. Поэтому второе название Алан Викрос. Лучший куст в моем саду – это Алан Викрос. Он сам себя формирует. Он не падает. Никакие дуги, никакие подвязки этому сорту совершенно не нужны. Прямо стоячие кусты, которые растут чашей. Вот можете себе представить, я его поднимаю. Он вроде должен был склониться и привыкнуть к этому положению. Но он сам раскрывается, и получается такая чаша. Достаточно широкая, высокая. И в моем саду, как ни странно, я удивлена, потому что о том, что он плохо цветет второй раз, я слышала о очень хороших розоводах. В моем случае этого не случилось. Повторное цветение у него просто потрясающее. На побегах текущего года огромные кисти, которые сорт не выдерживает. Сама кисть будет обязательно по порядке склоняться. Вот кисть клонится, а одиночные цветы, которые идут из боковых побегов, они сами себя держат. У меня второе цветение приличное. Поэтому, если вы любите розы такого цвета, очень советую. Беспроблемный куст, которым вообще не требуется никаких абсолютно плясок вокруг него с поддержками. Куст мне вот по носу, это сколько? Метр, наверное, 40, да? Но цветоносы бывают намного выше. В принципе, где-то вот до метра 80-85 цветоносы могут выгоняться. Вот здесь четко выражено, если у нас май достаточно влажный, а он микрост выдаст побеги текущего года выше заявленных. То есть до метра 80 может выдать. А так, в принципе, регулярно метр сорок. Если его обрезать достаточно коротко, то там будет такая масса, ну вот просто коротко его обрезать весной до 60, скажем, сантиметров, то там будет просто сумасшедшая масса цветения. В первую волну, вот во вторую немножечко уже побольше. Вы знаете, на полтора метра от него отодвигайте, да? Да, полтора метра он абсолютно точно я хочу найти. Крокус роза. Я думаю, что все знакомы с этим сортом Дэвида Остина. Это величайший сорт, можно сказать. Полтора-два метра между кустами. Крокус роз, полтора-два метра между кустами. Вот здесь его близко сажать к другим не следует. Он себя особенно не покажет. Величайший сорт. Ну, вы сами видите. Вот она, прививочка здесь наверху. Прививка, сразу видно, что она текущего года. Совершенно молодой. И куст уже сформирован. Ну, в отличие от многих других. И масса цветения вы тоже видите. Предполагаемая масса цветения, вот она абсолютно четко проявляется. Единственный недостаток сорта. Прошу обратить ваше внимание. Можете подойти поближе, если хотите. Вот эту, вот эту. Это родовая болезнь именно конкретного сорта. Если вас это напрягает, и она будет только увеличиваться. Антракноз? Да, да, антракноз. Он не передаст соседям это все абсолютно четко, однозначно. И здесь я хочу сказать, что еще пока в очень хорошем состоянии. Потому что к середине июля листья уже все вот так вот покрыты. Если вас напрягают, да, химические препараты, пожалуйста, нам в помощь. Это будет совершенно нормально. Вот они, видите? Да. Вот поэтому вы должны быть предупреждены о том, что именно у крокус розы есть, честное слово, это не предмет для того, чтобы от этого сорта отказываться. Сорт величайший, замечательный. Вот одна дуга под него, если очень большая масса цветения, разумеется, он будет склонять побеги, поскольку, видите, они достаточно пластичные. Одна дуга под этот сорт решает все проблемы с заваливанием сорта. Величайший сорт. Вот очень советую приобрести его. Его называют машина по цветению. Да, это правда, машина по цветению, это правда. Равных ему практически нет. Обилие, вторая волна, очень. Если вы обратите... Какой такой, мне кажется, в любой цветник. Да, абсолютно. Он согласен со всеми абсолютно сортами. Просто прошу обратить внимание. Если вам нужен какой-то заменитель... Да, вторая волна. Про вторую волну крокус розы хочу сказать вообще отдельно. Когда заканчивается первая волна цветения, мы обрезаем розы, как мы их обрезаем неодномерно. Сначала одни цветы снимаем, потом другие цветы, потом третьи и так далее. И затем роза на вторую волну выходит. С учетом того, что мы вот обрезали, он начинает сначала по побежке с этого выдвигать побеги, потом с другого, потом с третьего и так далее. И поэтому... Да, это тоже шедевр. И поэтому у нас вторая волна цветения получается разреженной, очень сильно растянутой. Вот у крокус розы как раз вторая волна цветения, он формирует побеги второй волны достаточно быстро. У него разница между первой и второй невысока. Поэтому вторая волна у него, честно говоря, ничуть не ниже получается, чем первая. Вот его достоинство. Такой же еще сорт транквилити. Вот из всего, что есть у Дэвида Остина. Поэтому у крокус розы, я думаю, от этого срока отказывает. Принцесса Александра Ускенская. Ну, здесь даже вы видите и говорите, ничьего, сорт совершенно замечательный. А вот то, что он сейчас в горшке, размер цветочка у него, видите, небольшой. Здесь 8-9 сантиметров. На самом деле в саду у вас этот размер будет достигать 12 сантиметров. Это крупный цветок, хорошо держит дожди, достаточно ароматен, в принципе, надежен. Единственное, есть, я всегда говорю, и плюсы, и минусы определенных сортов. В моем саду принцесса Александра Ускенская не превышает высоту 60 сантиметров. И для меня вот это просто огромная трагедия. Размер цветка большой, а куст маленький. Вот мне кажется, это несоответственно. На самом деле у сорта очень хороший. 90 заявлен, 90. И более того, я вам честно скажу, я его видела в трех местах, южнее даже нашего. В принципе, казалось бы, там должны быть по обеге, по определению короче. А метр 20, метр 30 даже замеряла. Совершенно спокойно выдает. И в некоторых северных садах, где я его вижу, он выдает немножко побольше, чем то, что заявлено по паспортным данным. За метр точно есть. Вот в моих условиях, к сожалению, 60. Честное слово, не пожалеете, если посадите. И даже эти 60, вот как бы несоразмерность этого крупного цветка и невысокого сорта. При этом он весь усыпан цветами. Это правда очень красиво. Это надежно, это стабильно. The Poet's wife. Жена поэта. Если вам нужен надежный, хороший, желтенький сорт, но с которым вы готовы повозиться чуть-чуть, буквально в течение трех лет, то машина по производству цветов, скажем так, крокус-роза сопоставима с машиной цветов по этого сорта. Запах необычный. Да, вот мне, я тоже постепенно... Это как специи, не знаю. Специи здесь присутствуют. Здесь даже есть немножко, знаете, белого перца, вот чуть-чуть-чуть-чуть какая-то нотка в нем присутствует. Машина по производству чистейших, абсолютно чистейших цветов. Это роза из практически последнего поколения. Просто громадное количество цветов выдает. Очень хороший второй заход. При этом это достаточно поздний сорт. Она начинает цветение, если все розы, ну, большинство роз Дэвида Остина начинают в моем саду, это вторая половина июня, то в июле зацветает поэт Вайф, а на вторую волну выходит вместе с остальными. Вот эта разница между волнами у нее тоже достаточно ярко выражена. Дает просто потрясающее количество побегов текущего года, побегов замещения. Сорт не требует особых плясок, но подвязки некоторые первые три года, вот о чем хочу сказать, первые три года немножко надо будет за ним поухаживать. То есть, либо дуга, а? Укровной? Укровной. Они все укровные. Они все укровные. Джефф Гамильтон. Вы знаете, даже при том, при том, что я начала собирать коллекцию роз Дэвида Остина, я всегда думала, Джеффа Гамильтона я куплю чуть попозже. Почему? Ну, чтобы был в коллекции и был. Я себе представляла по описаниям многих владельцев, что он практически не держит дождей. Поэтому я все время оттягивала покупку конкретного сорта. Его представляли тогда многие компании. Сейчас его достаточно мало представляют. И как-то я увидела, через два дня после сильных дождей, я была в саду одной из московских моих знакомых, и я увидела Джеффа Гамильтона в идеальном состоянии. Удивилась. Заказала в тот же год Джеффа Гамильтона. И не жалею. В моем случае я могу сказать, что из розовых сортов, обратите внимание, у него фактура лепестка недостаточно плотная. И, казалось бы, он не должен держать дождей, непогоду. Растет куст замечательно. Метр восемьдесят, метр девяносто он может выдать. Цветение потрясающее. Во время открытия, к сожалению, вы видите только вот его бутон. У него графика цветка потрясающая. Очень красивый сорт. И я бы не сказала, что очень так активно не любит дождей. Нет, такого нет. Может немножко склонить лепесточки. Дождик стекает. Если у вас вот как бы есть отелла, и вы покупаете Дездемон исключительно, чтобы посадить ее рядом, не советую это делать. У отелла цветок раза, наверное, в три крупнее, чем... И он такой, и он такой яркий, и он такой, знаете, харизматичный, вот такой мачо, я бы сказала. Вот. Огромные цветы. Он такой достаточно жесткий, прямолинейный, открытый, я бы сказала так. Ну вот, и цветок ни красного, ни пурпурного, ни сиреневого. Сложно описать его цвет. Розовато такой, с легким сиреневым напылением, и с желтым основанием, как светящийся такой. Но цветов выдает, ну, раз, наверное, в пять меньше, чем выдает их Дездемон. Дездемоны более воздушно. Если нужен сугроб из белого цвета на участке, очень советую рассмотреть вариант Дездемона. Какой? Дездемоны. Да. Вот, все время ручки, все время ручки тянулись. Эбрахам дерби, да. А знакомы с этим сортом? Да. Все, ну и как? Ну и как? Популярен. Популярен. А нравится или нет? Пошел дождь, и вот эти ливни были, ветер, и он тут же пчел. И он тут же пчел, да. Вообще. Вот потрясающе хорош, в хорошую, в хорошую погоду. Во время дождя, к сожалению, вот есть. Но, но, хочу обратить ваше внимание на то, что, в принципе, с Абрахамом дерби можно, как бы, избежать вот этих проблем по поводу до дождя. Дело в том, что если я, например, знаю о том, что будет дождь, а у меня Абрахам дерби стоит, ну вот он готовый к цветению, и мне просто, мне просто дурно. Я его слегка склоняю, чтобы дождь проходил вот по касательной, поэтому я просто его склоняю дугой. Вот. И когда я знаю, когда я не знаю, когда вот вдруг ливень прошел неожиданно, там уже другой результат. Но если я знаю, я немножко склоняю его дугой, с него стекает вода абсолютно четко, и потом он цветет в полную, в полную потрясающую силу. Равных этому сорту, я думаю, даже у Дэвида Остина практически нет. Вот. Он потрясающе хороший, крупный цветок, практически сам себя держит. Единственное, есть у него, когда вот большие одиночные цветы, и он немножко недокормлен, на минуточку, фосфорно-калийными, вот он немножко недокормлен фосфорно-калийными, у него побежек слегка склоняется. Вот прямо, вот на расстоянии 10 сантиметров от начала цветка его побег начинает так резко клониться. И это не самая симпатичная как бы пора для него. Очень советую после подкормки обычными нашими азотными по весне, все-таки через 3-4 недели рассмотреть возможность вариата по подкормке фосфорно-калийными. Монокалий-фосфат, фосфат-калия, вот это вот, вот эти удобрения, они помогают ему все-таки закрепить немножко сам, да, да. Цвет, сложно говорить, я бы определила как персик. Вот персики бывают вот в таких оттенках. Когда я собираю, когда я собираю букеты, вот какие-то определенные, я его добавляю как в розовую гамму, так добавляю его и в желтую гамму. Вот это пересечение, но теплый, абсолютно точно. Потрясающе красивый шедевр, я считаю, что тоже одна из роз, из обязательной программы Абрахам Дерби. Есть у него один недостаточек, о котором говорят, ну, просто практически все его владельцы от Москвы и южнее. Он подвержен ржавчине, поэтому лучше как бы обработать заранее предварительно препаратами против ржавчины. фалькон, импакт эксклюзив, приаксор, вот это. Вот когда я говорю один из моих любимых сортов, наверное, это касается очень многих сортов, устина. Вы видите, да, цвет, размер в открытом грунте у вас будет немножко побольше. Куст достаточно, Summer Song летняя песня, да, Summer Song летняя песня. Такого цвета, вот такого чистого, искреннего, светящегося цвета в саду достаточно мало. Очень советую сорт, единственное его, это я бы не сказала, что недостаток, нет, он формирует в первые, наверное, лет пять такой голенастый узкий куст, а после пятилетнего почему-то возраста он начинает разрастаться вот в ширину. Можно посадить два-три куста рядышком, потом они не будут друг другу мешать, если срезать, если бы резать побеги, скажем, третьего года жизни у основания, то куст будет сформирован достаточно хорошо. Любителям такого цвета очень рекомендую данный сорт. очень нравится покупателям, когда у нас Summer Song расцветает, их скупает, наверное, в тот же день. Они просто действительно необычный цвет такой вот. И не только цвет, еще и форма, еще и форма цветка, да. У него... Первый год. Да, всего годик. Ну и... я их двоих и держу отдельно. Мы держим козыри в рукаве. У Дэвида Осина есть два Вильяма Шекспира. Первый Вильям Шекспир и второй Вильям Шекспир 2000. Вот, Вильям Шекспир достаточно хорош. И до сих пор. Вообще, Вильям Шекспир продавался. Ну, это знаменитое имя, это история и так далее. В общем, когда стал продаваться Вильям Шекспир, он 83-го года, на рубеже 2000-х годов, к нему начинаются претензии по поводу того, что он плохо реагирует на осадки и у него появляется оботритель. Во многих абсолютно садах он начинает гниение. Не знаю, либо это было связано с теми годами, когда было мокрое лето в определенных регионах, откуда поступали эти жалобы. Не могу сказать, с чем это было связано, но было принято решение, что следующий сорт подобного цвета окраски будет носить имя и с лучшими характеристиками будет носить тоже имя Вильяма Шекспира, чтобы их не путали. Этот сорт был снят с производства, а Вильям Шекспир 2000 поступил в производство. Цвет у них немножко похож, форма цветка абсолютно разная, характеристики у этих сортов абсолютно разные, кусты формируют разные, разные величины, разного размера. И, в принципе, я считаю, что это два самодостаточных сорта, которых, в принципе, не мешает иметь на своем участке. В моих условиях Вильям Шекспир ни разу, ни разу я его не обрабатывала против батритиса, ни разу за все время его существования. А существует он у меня порядка 12-13 лет. И ни разу у меня не было жалоб на то, что происходит гниение, вообще никакого. Поэтому, если нравится аромат этого сорта, если нравится его форма и его оттенки, он, кстати, очень неплохо еще цветочек-то держит подольше, чем Вильям Шекспир 2000. Вот. И гапитус куста. Если Вильям Шекспир 2000 имеет небольшой глянец на листях, да, здесь вот они матовые, совершенно симпатичные. Абсолютное здоровье у этого сорта в моем саду при, вот, просто минимальных обработках. Уверяю вас, что сорт стоит того, чтобы о нем говорили. А цвет шекспир-шекспир 2 одинаковый? Немножко, у них есть разница. У Вильяма Шекспира все-таки краевые лепесточки с некоторым высветлением. И вот эта игра цвета, она, ну, она потрясает. Вот, очень красив цвет у Вильяма Шекспира 2000. Чуть-чуть отличается, потемнее он немножко. И вот эти вот тени, они играют в большой плюс. Вам больше нравится Шекспир? Я не могу сказать. Если для клиента, он, наверное, можете любой взять. Я не могу сказать, какой из них лучше. Честно вам говорю, я не могу сказать, какой из них лучше. Личвит Энджел, Летящий Ангел. Когда я говорю об этом сорте, я не знаю, у меня почему-то частенько даже слезы на глазах наборачиваются. Почему? Потому что, когда Дэвида Остина не стало, это случилось в декабре 2019 года, 21-го, чего тут заговорить, когда Дэвида Остина не стало, вот это выражение «летящий ангел», «летящий ангел», вот оно как-то ему, наверное, очень близко. И компания, которую возглавил его внук, Дэвида Остина, я предполагаю, сейчас пытается найти сорт, который бы назвали именем Дэвида Остина. Вот я считаю, что не надо, не надо искать такого сорта, этот сорт создал он сам. И вот второе имя, которое бы я дала этому сорту, это Дэвида Остина. Честное слово, сорт заслуживает того, чтобы его рассматривали в любом абсолютно саду, если вы обратите внимание, у него нет шипов, у этого сорта нет шипов. Абсолютное здоровье. Если мы говорим о сроках удержания цветка, то у этого сорта, кроме майора в Кастребридж, самое высокое время удержания цветка, он держит цветок дольше других. Из белых сортов, вот чисто, абсолютно чисто, бывают иногда вот такие вот точечки, а здесь есть точечки, а то я говорю вот такие, ну небольшие. Ну это просто град у нас, видно бы вот этот дождепад. Дождепад. Это из-за дождя все-таки, вот ливнепад, о котором говорят, а это град, это может быть ливнепад и так далее. Держит цветок, потрясающе. Мы даже удивились, мы думали, вообще все обобьет к вашему приезду. И еще. Но. Сейчас он находится в горшке, вот сейчас он находится в горшке, у него нет такой возможности показать всю свою красоту, все-таки это ограниченное пространство, вот, у него нет такой возможности. Цветок немножко крупнее, чем он находится вот сейчас здесь, и краевые лепесточки у него, как вот, знаете, как крылья у ангелов отгибаются. Это очень красивый, замечательный сорт, который советую вот абсолютно всем. При этом рост абсолютно одинаков, вот сколько кустов видел, он везде, в пределах метр пятьдесят, метр шестьдесят, вот свою высоту, ширину, длину, все, что хотите, все показывает. Габитус прекрасный, немножко так расходится у него. Нет неряшливости абсолютно, у него нет неряшливости во время отцветания, сама очистка абсолютная на сто процентов, вот в моем сажу на сто процентов, я ни разу не снимала с него ни одного вот, опадающего лепесточка, очищается сам. И так же не обрезка пригибается? Так же пригибается, да, абсолютно точно, вот ничего лишнего. То есть вы не режете антидрацию? Не режу я на 20-40 сантиметров, я обрезаю только отцветшее, да, у этого сорта, он формирует себя сам. Единственное, что приходится вырезать достаточно много по весне, это побеги, которые растут внутрь, они растут и внутрь, и наружу, и куда хотите. Вот эти побеги внутрь, ну, чтобы очень сильно не загущать этот вкус, вот, поэтому аромат у него присутствует, но он не очень ярко выражен, очень приятный. Там, кстати, в аромате Ричвилда Энджела помимо вот фруктового такого небольшого наполнения есть еще, мне кажется, аромат скошной травы. Вот это сочетание вот этих фактур, достойный цветок. Ну и Грэхом Томас, Грэхом Томас, желтенький такой сорт, который вошел в зал славы, рос, там их не так уж и много, сорт, в который, я бы сказала, наверное, наверное, если вы любите, если вы поклонники желтого цвета, яркого такого, приглушенного такого, с зеленоватым отливом, теплого или холодного, любого из этих вот направлений, то Грэхом Томас вам просто необходим, потому что начинает цветение, он в теплых тонах, а заканчивает холодными желтыми тонами, да, потрясающая абсолютно цветовая передача, цветовая игра, абсолютно чистый сорт во время отцветания, то же самое, с ним не будет никаких проблем, в принципе, ему дают высоту до метр восемьдесят, в моем саду он тоже держит себя в пределах метр шестьдесят, вот это просто стабильно, однозначно и никак иначе, хотя я видела Грэхома Томаса и два метра, по-моему, шестьдесят или даже семьдесят сантиметров, бывает и такое, сорт обязателен, мне кажется, к покупке для всех, кто любит желтые оттенки любого абсолютно цвета, ну и то, что этот сорт находится в зале славы, наверное, говорит о его садовых достоинствах, ну сами понимаете, что просто так в этот сад розы не попадают. «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok